Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет последнее видео с нашего потрясающего отдыха. Сейчас мы находимся на бассейне. Это считается как бы взрослый бассейн. Но сюда также приходят с детьми. Очень классно, с таким видом на море. Бассейн просто потрясающий. Вода везде теплая, чистая. Ну, везде вообще, в принципе, все чистенько. В общем, супер. Здесь также ходят спасатели, которые вот следят за детьми, следят вообще за всеми. Постоянно что-то свистят, что-то там говорят. То есть, чтобы все соблюдали порядок. На самом деле, людей достаточно много. Просто, наверное, я снимаю в такое время, когда их практически не видно. Ну и территория отеля очень большая. Поэтому, наверное, все как-то разбредаются. Кто на море, кто на бассейне, кто еще где. В общем, как-то так. Здесь вот как раз около центрального ресепшена, наверное, так можно его назвать. Вот видите, везде ездят вот эти машинки, которые развозят там в номер, в ресторан, куда вам нужно. Можно спокойно вызвать и совершенно бесплатно, соответственно, покататься. Вот как раз центральный ресепшен, наверное, так я его назову. Вот здесь стоят машины. В общем, привозят туристов. И супер. Сегодня еще также покажу покупки. Мы ездили в торговый центр. Сам торговый центр тоже я поснимала. Ну и что приобрела, тоже вам обязательно в сегодняшнем видео покажу. И также завтрак и ужин. У нас было не все включено, а только завтрак и ужин. В принципе, на самом деле, нам было вот достаточно. Потому что мы все равно днем как-то куда-то, куда-то мы шли. И где-то то экскурсия, то в торговый центр поехали, то еще что-то. И в общем, как-то нам хватало. Вот. Это бассейн уже как бы детский считается, да, с такими горками. Работают только маленькие горки. И вот эта синяя горка. Вот такой бассейн. Это мы идем с утра на завтрак. Вот как раз это считается детским. Конечно же, цветы и растения не могут меня оставить равнодушные. Очень все красиво. Все это высаживается. Единственное, что здесь, конечно же, песок. И все это постоянно поливается. Здесь второй ресепшн. Ну, он, вот сколько мы ходили, он не работал. Но вот мимо него мы как раз проходим на завтрак и ужин. И он тоже очень красивый. Я не знаю, зачем он сделан, но может быть, когда слишком много людей. И его открывают, делают дополнительное. Ну, как-то так, наверное. Вот. Так что мы идем. Территория отеля, конечно, очень красивая. Действительно, как маленький городок. И, в принципе, можно находиться только здесь и просто кайфовать. Вот. Но мы еще, конечно же, на экскурсию и так далее. В общем, везде ходили. Там вот парковка, я так понимаю, для персонала. И вот центральный ресепшн. Здесь постоянно стояли какие-то машины. Каждый день новая. Не знаю, может быть, кто-то брал на прокат. Может, кто-то из местных сюда приезжал. Вот. Но машина, конечно, очень красивая. Вот. Цветочки. Куда я без цветочков. Вот. И как раз мы идем в ресторан. Здесь есть еще и платный ресторан. Мы там, кстати, не были так в итоге ни разу туда не зашли. Ну, как-то все вот не доводилось. В ресторанчике можно сидеть на улице, а можно внутри помещения. Но я, если честно, не знаю, как некоторые вот находились на улице, потому что очень душно. И, ну, в принципе, жарко уже даже с утра. И как вот находились, я не понимаю. Вас провожают, то есть сажают в определенное место. Никто не суетится, никто никуда не бежит. Постоянно что-то готовят, выкладывают, докладывают, убирают. То есть в плане питания здесь, конечно, просто супер. Вот нас как раз девушка провожает на наше место. Тоже предлагает сесть там туда или сюда. И потом приносят, то есть у нее просите там чай, кофе и так далее. И вам тоже все это приносят. Вот. Ну, и шведский стол, он, наверное, стандартный. Есть и колбасы, и овощи, и фрукты. Блинчики вот пекут на завтрак. Омлет, яйца. То есть, ну, все вот, в принципе, можно найти любую еду. Местной еды здесь нет. Здесь такая европейская кухня. Вот блинчики тут, видите, дети, конечно же, набирают. То есть можно и кашу, и йогурт, и, ну, на любой вкус найти еду. И она не заканчивается. То есть постоянно докладывают ее. Вот и сосиски тут есть, и бекон. В общем, куча всего. И даже есть сыр бри. Его дают каждый день и на завтрак, и на ужин. Я объелась его вот просто. Фрукты. Арбузы, ананасы, дыня, яблоко. То есть, ну, на выбор можно кусочками, да, взять. Пицца. Вот блинчик как раз здесь с шоколадом. Мой сын выбрал. Пицца, сосиски. То есть, в принципе, все очень вкусно. Я ем йогурт. И вот набрала себе всего по чуть-чуть. Вот. И, конечно же, фрукты, кофе. Йогурт, кстати, очень вкусный. Мне он очень понравился. С разными вкусами. На ужин, в принципе, то же самое. Такое же разнообразие. Был день, когда даже давали нам роллы. Вот. Не очень, конечно, такие разнообразные. Без красной рыбы. Но все равно все было очень вкусно. Вот, как вы видите, все не спеша передвигаются. Ну, а мы потом пошли снова на бассейн. Вот этот вот. Он очень, конечно, классный. Он глубокий. Метр шестьдесят. Вот с этой стороны, да, которую я снимаю. Там есть до метра, метр сто, по-моему. А потом он идет такой достаточно глубокий. Ну, и торговый центр. Поехали в ближайший торговый центр. Не стали в Дубай Мол ехать. Потому что, ну, как-то уж перебор, да. Плюс время туда полтора часа ехать. Зашли вот в такой магазин. Там как бы, ну, такой вот он, да. Мебель тут, в общем, все для дома. Конечно же, я туда зашла. Как же иначе. Очень, кстати, нам понравился этот диван. Такой огромный. Прямо для нашей семьи. Вот. Ну, конечно, диван не будешь оттуда везти. Ну, так просто посмотреть. Вот. И отдел посуды. Ну, как бы могла я пройти мимо. Конечно же, нет. Единственное, что меня расстроило здесь, все производство Китай. Вот. Конечно, хотелось что-то другое приобрести. Хотя Китай тоже делает хорошие вещи, да. И, возможно, для Арабских Эмиратов сделано все намного лучше, может быть, чем для России и так далее. Вот. Очень мне понравился вот этот набор. Но это продавался набором. Смотрите, какой красивый. Такой чайный. Ну, я его не повезу. То есть у нас по весу не получается, да. То есть я не могу везти такой сервиз. Хотя с удовольствием бы его везла. Вот. Здесь цены все в Дарханах. Я не знаю, будет видно цены или нет. По-моему, так в итоге и нет. Вот. Но очень красивая посуда. Я, конечно, просто... Девочки, я бы увезла бы себе что-нибудь. Вот. 19, Дархан, тарелка. Умножаете на 20, получается наши рубли. Да, вроде так как-то. Вот. Но очень много здесь всего красивого. Но еще раз повторюсь, все производство Китай. Конечно, я побродила. Тут кое-что посмотрела. Чашечки всякие. Ну, согласитесь, очень красиво. Очень. Прямо вот просто. Я бы набрала тут всего 10 чемоданов, бы уехала. Вот. Ну, и тут такое тоже для ванны. Ванной комнаты, да. Ну, в общем, много такого всего интересного, чего бы я бы утащила бы себе домой. Вот. И лампы, люстры. Ну, в общем, такой товар для дома. Торговый центр ближайший, скажем так. 35 Дархан у нас получилось в обратную сторону. И что-то 25, по-моему, туда умножайте. На 20 получается в рублях, да. Вот. То есть, в принципе, недешево, я бы так сказала. Вот. Ну, и здесь зашли, как это, фудкорт, да, по-другому называется. Вот. Решили пообедать, скажем так, с детьми. Мы днем как раз поехали. Вот. И в прохладном торговом центре хорошо в жару походить. Здесь различная кухня есть. Это я. Вот. Вот, конечно же, везде нужно маска. Вход в торговый центр. При входе стоит такой аппарат, который автоматически мерит вам температуру. Стоят охранники. Вот тут сабвей, да. В общем, такие штуки выбрали дети. А это мы с мужем. Ну, порция просто огромная. Я не знаю, как это называется. Что-то с морепродуктами. Лапша японская, да, или китайская. Но я не доела. И здесь мы зашли в такой магазин, да, продуктовый. Лента, как сказал мой сын. Мама, это лента. Вот. Младший сынок. Ну, и здесь всякие различные продукты. Конечно же, все к Хэллоуину. Ну, тоже красиво так сделано. Вот такой очень чистый супермаркет. Не знаю, тут, в принципе, достаточно много народу. Только как-то вот у меня кадры такие получаются, когда никому нет. И не знаю, почему так выходит. Ну, вот как-то я так и наснимала. Ну, в принципе, продукты здесь все привозно. Местное это только верблюжье молоко, финики, шоколад верблюжий, который я так и не нашла из верблюжьего молока. Я его так и не нашла. Но вот финики мы тут взяли. Финики сушеные, то есть не свежие финики. Лучше покупать свежие в вакуумной упаковке. Но мы такие уже здесь не нашли, а на рынок у нас не получилось. На рынке купить и соки. Соки это из местных фруктов. Они без сахара. Мы их пробовали, кстати, действительно очень вкусные, не кислые, прям соки обалденные. Вот, ну и тут немножко всякой бытовой химии тоже. Местного производства есть различные крема, которые должны продаваться тоже в обычных супермаркетах. Но я так их и не нашла. Очень хотела себе что-нибудь приобрести, но так и не нашла. Ну, чаи все тоже такие привозные. Я ничего местного производства не нашла. Ну, вообще ничего интересного тут не нашла. В общем, идем мы на кассу, и я вам потом покажу, конечно, что приобрели мы. Здесь как раз мы успели на ужин. Ужин уже сам, ну, то, как в ресторане, все, да, я думаю, вы уже поняли. Какая-то курица рис взяла, но этот рис оказался очень-очень острым. Я его так и не съела, прям перца там вообще. Какие-то огурцы маринованные с креветками, но все очень вкусно. И самое вкусное, конечно же, это десерты. Это нечто, девочки. Я, наверное, вкуснее ничего не ела, честно вам говорю. Такое все вкусное просто. Я каждый вечер, конечно же, не могла себе отказать. Заразила, кстати, своих мужчин тоже. Они тоже у меня потом стали брать. Дыня, сыр с джемом апельсиновым. Вообще нечто. Просто взрыв вкуса какой-то. И вот это оранжевое, это что-то из абрикосового варенья, такое жареное, как мы поняли, да, но не очень такое вкусное. А вот эти тортики, это, конечно, не знаю, держите меня семеро, что называется. Все очень вкусно. Прям нам, прям очень нравилось. Ну, я себе не отказывала, так как мы еще и гуляли вечером. И вечером здесь на территории проводятся анимации девочки, которые проводят русские. В основном для русских детей, я так понимаю, такая типа мини-дискотека и фиксики там, в общем, разная такая. Ну, она буквально минут 20, наверное, максимум всего лишь идет. Мои, конечно, не пошли танцевать. Ну, мужчины вообще не танцуют, да. Вот. Здесь вот сидят родители, детки танцуют. Ну, буквально, да, минут 20, наверное, все это мероприятие идет. И на этом все. В принципе, вечером делать особо нечего в отеле. Бассейны уже закрыты, все уже закрыто. И я так понимаю, что многие ложатся спать. Потому что вечером никаких развлечений здесь нет. Вот эти детки тут танцуют все по-всяко-разному. Вот мои просто сидели, смотрели. Ну, и покупки. Здесь все покупки, которые я совершила в Арабских Эмиратах. Конечно же, финики. Я брала их одну коробочку для себя домой, да. И еще как бы, ну, на сувениры, на подарки, скажем так. Вот. Также мы приобрели манго. Манго – это египетское. Оно обалденно вкусное. Мы его не стали есть в самом отеле. Мы повезли его домой. Чтобы его довезти, нужно его выбирать немножко таким твердым. Цена в Дарханах. То есть умножаем на 20. Вот. Но манго такое прям огромнейшее. И оно просто обалденно вкусное. Мы уже попробовали его дома. Клубнику. Это американская, кстати, клубника. Взял ее у меня младший сынок. Ну, со старшим, да. Решили поесть клубники. Она не пахнет, то есть без аромата. Это тоже, кстати, приобретение моего сына. Красавчик. Вот. Клубника без аромата. Но очень сладкая. Вкусная клубника. Нам понравилась. Ну, и вот этот вот драконий фрукт, да. По-моему, он так и называется. Намного вкуснее, чем продается у нас в России. В России он вообще, мне кажется, безвкусный какой-то. Тоже цену умножаем на 20. Цена в Дарханах здесь представлена. Две штучки мы тоже повезем с собой. Много не могла ничего набрать, так как вес ограничен всего лишь в 10 килограмм. Молоко. Верблюжье молоко. Девочки, решила я вот такую маленькую бутылочку попробовать. По вкусу оно как обычное коровье молоко, только соленое. Вот кажется, что оно соленое. Видите, оно действительно как обычное коровье молоко выглядит, по крайней мере. Еще очень хотела шоколад. Вот с верблюжьим молоком. Но так его и не нашла. К сожалению, говорят, что он очень вкусный. Тоже немножко такой соленоватый. Вот. Но попробовала, я не выпила всю эту бутылку. Я сделала буквально пару глотков и оставила, потому что для меня это такой странный очень напиток. То есть молоко, соленое молоко. Даже такой еще привкус какой-то имеет, такой небольшой. Ну, в общем, конечно, ну, как бы попробовать в жизни нужно, да, вот такое вот. Ну, в общем, это такие у нас фруктовые покупки. Ну, как фруктовые, не только. Мы еще там купили воду, лимонад. Вот, в общем, у нас в номер, да. Зашла я вот в этот магазин и, конечно, купила себе. Там была распродажа. И, ну, очень мне захотелось. Надо было прям купила. Два вот таких кремушка. Здесь написана цена 70 Дархан, но она была меньше. Там что-то 50, по-моему, Дархан. И два по цене одного было вот этих вот лосьончиков для тела. Конечно же, я взяла. Очень вкусно они пахнут, очень ароматные. У нас, конечно, есть тоже магазин, но он получается дороже. Вот, по крайней мере, те цены, которые я помню. Ну, и просто мне захотело, знаете, вот зимой сейчас зажигать вот такую свечку и вспоминать, как мы были в Эмиратах. Очень вкусно вот эта свеча пахнет. Она стоила 35 Дархан. Здесь написано 100 на ценнике, но была у них какая-то распродажа. Очень вкусный аромат. Кстати, понравился тоже моим мужчинам. Поэтому я уж думаю, тем более возьму такую свечу. Будет меня зимой согревать своим ароматом. И мне понравилась еще вот такая. Она пахнет, да, такой печеной тыквой и печеньками какими-то. Мужчинам моим не понравилось. Они сказали, фу, гадость какая-то. Ну, я взяла вас чисто для себя. Да, думаю, буду зажигать. Тоже аромат очень, мне очень понравился. В общем, вот такие вот еще я совершила покупки. Ну, буду все это вести. И зимой, зимой, конечно, вот, ну, знаете, для меня такие воспоминания будут хорошие. Вот. Ну, и кремушки тоже мне, кстати, очень понравились. И по аромату, и по тому, как они наносятся. И вот покупки еще с вот этого магазинчика все для дома, который, да, вот здесь, кстати, кола мои покупали, конечно же. Вот вообще количество воды, которую вы пьете, находясь там, оно вообще огромное. Мне кажется, там не то, что два литра, там намного-намного больше. Мне упаковали все вот таким образом, но мне не понравилось, как упаковали. Я в итоге все равно все развернула, и вам как раз покажу, что у меня там. И пере... ну, сама переделала, потому что мне показалось, что как-то ненадежно мне упаковали. В общем, взяли две кружки. Вот эту кружку у меня взял младший сын, старший сын, и муж сказал, что ему ничего не надо. Цена в Дарханах умножаем на 20. Вот такая вот очень симпатичная кружечка. Ну, и я себе тоже взяла. Думаю, буду наливать себе вкусный чай, зажигать свечку, и будет у меня такая классная зима, да. Вот такая кружечка, конечно, розовая, но куда я прошла мимо. Я бы, конечно, и сервис взяла, как я бы вам уже сказала, но тащить сервис, это, конечно, нечто. Вот, так что вот такие вот у нас кружечки, очень красиво сделаны. Мне кажется, наверное, нельзя мыть посудомойки, в общем, буду мыть руками. И вот такие две мисочки я взяла. Взяла всего лишь две, но не знаю, зачем они мне, но очень они мне понравились. Такая расцветка, сочетание желтого и вот такого сине-белого. Ну, желтый цвет я, в принципе, люблю в последнее время, поэтому, конечно же, не смогла пройти мимо таких мисочек. Ну, и цена мне показалась очень даже неплохая для них. Вот. Ну, Арабские Эмираты, конечно, это вообще не дешевая, скажем так, страна, поэтому здесь, конечно, цены в принципе, ну, так вот. Дубай, мол, конечно, нужно ехать. Там в магазинах будет дешевле, чем у нас в России, плюс вы можете вернуть такс-фри, да, от 300 долларов, и, конечно, будет выгоднее. Вот. Поэтому, ну, такое, в общем, да. Вот. Ну, и клубника. Вот я как раз здесь пробую клубнику. Она реально не имеет вот вообще аромата никакого, но она сладкая. И очень странно, на самом деле, есть клубнику без аромата. У нас же частенько бывает кислая клубника, но при этом очень ароматная. Вот то, что привозят, да, у нас в России. Вот здесь вот такая сладкая, очень вкусная. Ну, естественно, я приобрела себе парфюм. Мне еще сделали подарок, положили еще маленький, тут испачкала пакет. Мне надушили этот пакет, надушили всю меня, девочки. Ну, это, конечно, нечто. Это прямо такой бутик там, ну, как бы в кавычках бутик, да, маленький такой, где парфюмерия арабского производства. Вот у них производят парфюмерию и косметику, про которую я вам говорила. Вот, и я, конечно же, ну, я не могла пройти мимо, честно, потому что вообще, в принципе, восточные ароматы я очень сильно люблю. И, конечно, ну, что-то не приобрести себе, это просто, ну, я не знаю даже. Но вскрывать я ее буду уже дома. Сам аромат, конечно же, я тестировала. Вот, он очень вкусный, но расскажу потом дома, поношу его уже дома, да, и расскажу, как он себя повел. Вот, вообще говорят, что здесь, типа, нет спирта, но там написано 70% алкоголя, что это чисто на маслах сделано. Пирамида незамысловатая у них, в общем, у этих ароматов. Но ароматы, конечно, обалденные для любителей парфюмерии. Я, будьте в Арабских Эмиратах, я, конечно, советую. Вот, ну, в общем, да, можно, конечно, там еще поторговаться. Вот, но мне дали, дали еще подарок. Такой вот маленький подарок, но вот этот аромат мне не очень понравился. Он такой более мужской. Там просто мужчина давал мне пробовать его. Вот, поэтому такой, ну, в общем, он мне его дал. Думаю, ладно. Конечно, там ароматов представлено очень много. Они такие прям совсем восточные, со специями, и более такие фруктовые. В общем, ну, конечно, я там подзависла. А здесь у меня покупки. Это вот на экскурсию по Пяти Эмиратам, которые мы ездили. И я вам хочу показать, что я приобрела. Приобрела я шарфы. Палантины, правильно назвать. Вот этот в составе имеет кролика. Очень мягкий, очень классный палантин. Это я взяла для себя, чтобы он согревал меня зимой. Вот такая здесь, не знаю, что это, марка, не марка. Но состава, бирки с составом здесь нет. Вот, но качество, конечно, обалденно. Если вы разбираетесь в тканях, я очень советую приобрести. Я ничуть не сомневаюсь, что здесь есть кролик, кроличья шерсть, потому что там очень мягкие. И вот такой я еще взяла для себя. Это в составе имеет шелк и кашемир. Такой вот палантин. Качество ткани, конечно, просто идеальное. Я не знаю, кто это производитель. В общем, мужчина пытался мне объяснить. Ну, продавец, да. Но я его не поняла. Но это видно, что здесь есть и шелковая нитка, и кашемир. Он теплый, классный. То есть мимо я тоже не могла пройти. Как вы понимаете, шарфы и парфюмерия – это мое все. Шарфы, платки, палантины. Это, конечно, ну и украшения еще. Из украшений ничего не приобрела я. Хотя заходила там в один магазинчик. Ну, и вот это вот я взяла на подарок. Тоже шелк и кашемир. Только такой светленький уже. Тоже мне очень понравился. И качеством своим, ну, выше всяких похвал. Прямо видно, да. Вот такой вот тоже палантинчик. Ну, как палантин, да, правильно сказать. Это не платок, это палантин, шарф такой. Вот, и тоже очень красиво, очень качественно, конечно, сделано все. Вот, кстати, заходила в магазин с золотом. Там продается такое лимонное золото, но и белое золото. Но цены, конечно, у нас в России подешевле. Хотя, не знаю, может быть, можно было торговаться или что. Но были красивые очень украшения, очень красивые. Но цена была очень высока, поэтому я развернулась, ушла. Думаю, ладно. Мне достаточно и того, что я приобрела себе. Вот, так что вот такие вот у нас были покупки. Думаю, ладно, ладно, ладно. Думаю, ладно, ладно, ладно. Думаю, ладно, ладно. Думаю, ладно, ладно. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сдалека посмотри DimaTorzok 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 достаточно большой и я конечно же в самом аэропорте забежала еще в duty free я вообще честно вам признаюсь я не понимаю duty free я не понимаю цены которые там представлены я не понимаю этого ажиотажа который там есть что в дубае да вот в аэропорту дубай вообще цены просто я посмотрел это в одну сумку фурла которая стоила если перевести на наши деньги 29 тысяч у нас в россии она стоит 22 22 тысячи да ну как бы странно парфюмерия тоже там достаточно дорогая 10 кстати снимала мой муж я не сижу около кошка потому что боюсь летать в общем летим уже домой вот и встретимся с вами уже дома отдохнувшие вот так что всех люблю целую и до новых встреч и и